Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей. И говорю здравствуйте нашему гостю Роману Китову, вице-спикеру ОЗС и сопредседателю регионального штаба Общероссийского народного фронта. Роман, добрый день. Добрый день. Наконец-то весна. И пусть наша весна омрачена не сильно радостными событиями последних недель. Но всё же это весна и движемся в будущее. Ну, ещё бы была она чуть почище весна, потому что машина, честно говоря, такое ощущение, что каждый день надо мыть. Не знаю. А вот я надеюсь на изменения следующего года, поскольку этой зимой впервые на кировских дорогах был испытан новый реагент химический. То есть не песок и не соль. Не песок. И дай бог. Но эти события начали происходить уже тогда, когда песок был закуплен, там все эти испытания. Надеюсь, что в планах закупок на следующий год будет больше нормальных реагентов. Дороги после них будут очищаться как-то, требует норматив, чтобы сырости не было. И дай бог, в следующую весну мы встретим не в такой грязи. Будем надеяться. Ну, переходим к нашим вопросам. И я напоминаю нашим слушателям, что есть возможность задавать вопросы гостям на нашем сайте. Есть вопросы на нашем сайте от слушателя по имени Иван. Касается он Николая Липатникова, президента Вятской торгово-промышленной палаты и присвоения ему звания почетного гражданина области. Ну, давай, наверное, сразу же на вопрос ответим, мы потом уже к нашим темам перейдем. Давайте. Хочу такой вопрос задать, спрашивает Иван. На прошлой пленарке депутаты присвоили Николаю Липатникову звание почетного гражданина области. Я читал в интернете, что сейчас он получит полтора миллиона единовременно, а потом каждый месяц еще по 90 тысяч доплаты к пенсии. Не считаете ли вы, что это слишком при нашем бюджете? Конечно, я считаю, что это слишком при нашем бюджете. Именно поэтому таких выплат Николай Михайлович Липатников не получит. Так. Действительно, ситуация информационная развивается в течение последних суток. Появился вброс в ряде телеграм-каналов. Затем уважаемый, наверное, Сергей Павлович Мамаев на своем сайте разразился постом про... Древной тирадой. Тирадой про варягов, которые олигарху, извините, Николаю Михайловичу Липатникову платят 1 миллион рублей выплаты. На самом деле все не так. Либо по простой ошибке, либо в силу какого-то умысла, уважаемые источники вот этого вброса, они взяли за основу старый закон Кировской области 1995 года. Первый, тот самый, который вот вначале установил статус почетного гражданина Кировской области, действительно устанавливались выплаты в размере, ну, таких немалых минималок, и сумма натекала изрядно. Но мы вспоминаем, что в 1995 году были иные совершенно деньги, да, и ценности была другая. Конечно, и минималка была иная. Суть в том, что закон этот с того момента менялся пять раз. И если открыть, ну, в любой правовой системе, я сегодня пробовал консультанты-гарант, например, то выходит, что вот это не действующая редакция закона. Действующая редакция закона, которую депутаты поправили еще в 2008 году, предусматривается, что Николай Михайлович Липатников, на мой взгляд, несомненно достойный этого звания, получит в качестве льгот, первое, возможность посещать концерты, которые устраивают органы местного самоуправления, органы государственной власти бесплатно. То есть это все концерты, которые подведомственны нашему министерству культуры? Ну, по большому счету, да. Права на бесплатный проезд у Николая Михайловича не будет. У него будет единовременная выплата в размере 28 с небольшим тысяч рублей, что, мне кажется, для почетного гражданина Кировской области, а это звание долгий год не присваивалось, мягко говоря, маленькая сумма. И месячная доплата к пенсии Николай Михайлович составит порядка 5750 рублей, что отнюдь не 94 тысячи, о которых последние сутки только и трубят. Поэтому, товарищи, проверяйте всегда информацию, не верите фейкам. В общем, мы в любом случае за Николая Михайловича рады. Финансовые какие-то вещи, может быть, кого-то обижают, я не знаю, но в конце концов, ведь никто же людям не запрещает в течение жизни как-то нарабатывать. Это этничный случай. У нас почетные граждане, вот по пальцам обеих рук точное число не назову, но в правительстве есть отдельный стенд по почетным гражданам. Это очень небольшое количество. Это тот же Крупин, например, уважаемый человек, замечательный писатель. То есть это очень редкое событие. И то, что Николай Михайлович в честь 25-летия основания ТП, которая до сих пор является одной из лучших стран, получил это звание. Кстати, у него было огромное количество рекомендаций. Порядка 250 организаций вписались в тему по присвоению Липатникова этого звания. То есть люди оценивают. Я считаю, он этого звания достоин. И вопрос не в компенсациях, а вопрос просто в уважении и в возможности вписать имя этого человека в историю нашей Кировской области. Я считаю, он этого места достоин. Но еще не очень понятно, конечно, кто выбрасывает информацию про полтора миллиона и 90 тысяч доплаты, и зачем это делается. Понятия не имею. Хорошо. На вопрос Ивана мы ответили. Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания. Напоминаю, в нашем эфире мы переходим к нашим темам. Было достаточно большое твое интервью в рамках такого профильного материала на портале «Свой Кировский». Касается интервью новой схемы обращения с коммунальными бытовыми отходами. И мы все, конечно, наших граждан готовим в силу своих возможностей, все журналисты. Но, тем не менее, как ты сказал, вот сейчас перед стартом программы все равно увеличение сумм в платежках будет для кировчан сюрпризом. Ну, вот давай попробуем немножко сгладить какие-то неприятные там, да, неожиданности, возможно. Вот, по крайней мере, пусть люди будут готовы хотя бы морально. Что нас ждет? И с какого примерного времени? Смотрите, во-первых, это не инициатива региона, это требование федерального закона, который был принят аж в 2014 году. Этот закон изменил целый ряд нормативных актов, в том числе и жилищный кодекс. Если сегодня гражданин вправе заключать или не заключать, ну, например, живя в частном секторе договора на вывоз отходов, то с 1 января 2019 года должны пройти два процесса. Региональный оператор процедуры отбора, которая сейчас происходит, должен предложить всем гражданам, проживающим на веренной территории, то есть в Кировской области, заключить договоры на сборы вывоз ТБО. Органы места совправления обязаны установить в каждой деревне отдаленной, организовать контейнер-площадки, установить бачки. Соответственно, с 1 января люди не просто должны, они обязаны, там, жилищный кодекс не предусматривает возможности отказаться от этого, они обязаны платить плату за вывоз ТБО. То есть самый большой проблемный вопрос, о котором я уже на последнюю неделю говорю, это то, что на сегодняшний день система сбора охватывает менее половины населения Кировской области, и поэтому перед тем же рекоператором стоит амбициозная задача этот сбор наладить, организовать, чтобы эти контейнеры появились в каждой деревне, чтобы люди не платили, а этого не может быть, да, что когда человек платит за услуг, которые ему не оказывают, чтобы это появилось везде, и люди знали, за что они платят. Платить? Платить сколько мы будем? Пока установлены лишь предельные максимальные размеры тарифов. Они будут снижены или они будут такими? Они точно не будут ниже. По опыту других регионов эти тарифы снижаются до, ну, скажем так, процентов на 40 они точно снижаются. Эти тарифы, ставки были заложены в конкурсную документацию по отбору экоператора. Это для Кирова 156 рублей в месяц человека, по району области 130 рублей в месяц человека. Вот буквально вчера смотрел опыт Ставропольского края, там эта плата где-то на уровне 90-100 рублей. Вот точную цифру не запомнил, но она, мягко говоря, ниже становится. В месяц, да, с человека. Но здесь важный момент, который на этой неделе мы обсуждали с членами, с представителями областного правительства, поскольку я обратил их внимание на то, что мы сегодня платим уже за мусор в составе платы за содержание общего имущества. То есть мы платим по-разному, от 17 с небольшим рублей, с квадратного метра до больших цифр. То есть эти деньги идут управляющие компании, она заказывает контейнер, она оплачивает их вывоз. Вот очень важно, чтобы после 1 января следующего года плата за содержание общего имущества уменьшилась, потому что мы же будем платить сами, мы будем платить отдельно. Зачем эти деньги управляющим компаниям? Они эту функцию уже выполнять не будут. Мы людям должны пояснить, что платить они будут с человека. С человека. А уменьшится плата, если уменьшится, конечно, она уменьшится с квадратного метра. Суммы будут разные, чтобы люди были к этому готовы. Конечно, есть сомнения, которые в том числе мои коллеги высказывают, сомнения, ну, частично обоснованные, что люди не будут платить, это так, потому что по опыту других регионов... А там будет отдельная какая-то квитанция? Да, это отдельная квитанция. По опыту других регионов, где уже рекоператор отобран, кассовый разрыв по городу составляет 6 месяцев, то есть собираемость 50%, по селу год. То есть это похуже, мягко говоря, чем у нас было на старте программы капитального ремонта на квартирных домах. Но помню, тогда все вписались в разъяснительную работу, начали работать с людьми, и я, собственно говоря, к этому призываюсь сегодня. Сегодня уже людям, а часто даже главам районов, и уж точно главам поселения, надо разъяснять, что с их территорией будет происходить. Они должны с людьми работать. Поэтому вот что еще изменится? Людям станет невыгодно выкидывать мусор за околицу, в леса и куда бы то ни было. Почему? Потому что ты платишь за то, что у тебя его забирают и вывозят. Зачем тебе засорять чужие территории? То есть у тебя обязаны его забрать и вывезти. Роман, вот я не верю в сознательность наших граждан, в том, что люди, приехав в лес на пикничок, будут собирать весь мусор в сумочку и везти его обратно домой. Нет, это не про это. Я про то, что сегодня, например, ну, давайте пример, там, Даровской район. Так. Ни одной специализированной организации по мусору нет, берут, вывозят в лес. Смысла в этом не будет. Я поняла, это централизованно происходит, а не частным порядком. Зачем это выкидывать куда-то, куда бы то ни было? Конечно, от бутылочек и прочего-прочего мы не избавимся от мусора, но там хитрая тоже вещь. За это будут отвечать там де-факто органы места самоправления. Почему? Потому что рекоператор обязан будет выявлять места незаконных свалок, требовать от собственников земли их ликвидации. Ежели это не делается, он ликвидирует это сам, выставляет в судебном порядке счёт собственникам земли. За ликвидацию. За ликвидацию. То есть органам места самоправления придётся начать бдеть за этими незаконными свалками. И не раз в году по весне, когда общественность бьёт тревогу, а делать это постоянно. Конечно, будут сбои. Конечно, система запускаться будет тяжело. Это связано с тем, что в Кировской области не нашлось внешних желающих зайти на конкурс рекоператора. Рекоператор только один у нас, как говорится. Сейчас Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта. Я прошу прощения, буквально полминуты паузы и вернёмся. Роман Титов, вице-спикер областного ЗАГС Собрания, сопредседатель регионального штаба УНФ. Нашей студии по-прежнему мы продолжаем. Мы говорим про новую схему обращения с твёрдыми, и не только твёрдыми, коммунальными отходами. Да, Роман? На этом остановились? Мы остановились на том, что, к сожалению, в Кировской области не появилось большого количества, да вообще не появилось, внешних инвесторов, которые готовы вкладывать средства, которые готовы заходить на роль регионального оператора. То есть конкурс у нас был, заявился на конкурс только один участник. Это компания Куприт, я правильно понимаю, да? Вот, компания САХ, про которую, собственно, ну, ходили разговоры, что тоже будет заявляться, почему-то на конкурс не зашла, и иногородних участников не было. Конкурс, я так понимаю, признали несостоявшимся, но компания Куприт, тем не менее, сохраняет шансы стать региональным оператором. Сохраняет шансы, и следующий этап будет 6 апреля, и я думаю, тогда уже можно будет говорить про итоги, потому что пока анализируется вся ли документация представлена в соответствии с требованиями конкурса. Это действительно заявилась только организация Куприт. Это акционерка, у которой более 60% собственности муниципального образования город Киров. Городская компания, которую хотели приватизировать, кстати говоря, некоторое время назад, но потом отбежали, отступили. Да, и вот я, на самом деле, очень сложно и противоречиво оцениваю факт захода Куприта на регионального оператора. Поясню, в силу чего. Учредителям Куприта в ближайшее время придется решить сразу несколько серьезнейших финансовых и организационных проблем. Первая организационная проблема. Куприта есть свой полигон, по которому надо... Лубягина, по-моему, называется. Да, Лубягина, по которому надо будет проводить в ближайшее уже время рекультивацию. До конца года, по-моему, емкость его. Да, да, да. А после этого надо проводить рекультивацию. Стоимость где-то, ну, от 80 миллионов рублей. Для того, чтобы не повторилась никакой нехорошей истории, скажем так, да. Этому сейчас на Волоколамске намекаем. В том числе. То есть необходимо провести мероприятие по полноценному закрытию полигона и по решению вопросов с его будущим стабильным состоянием. Дальше. Про кассовый разрыв рекоператора мы уже поговорили. Необходим механизм финансирования этого кассового разрыва, потому что у нас такие... Непонятно, где будет предприятие брать деньги на деятельность текущую, если собираемости взносов не будет, да? Вот, конечно. Про это мы говорим. Конечно. Плюс есть обязанность предприятия, ну, рекоператор рассчитываться с операторами. С тем, кто на местах мусор возит, у кого есть полигоны. Два раза в месяц рекоператор обязан рассчитываться. То есть финансовый оборот нужен. Я, конечно, с чем согласен и что считаю плюсом, это то, что есть муниципальный, хотя бы там, пусть не областной, но муниципальный контроль за региональным оператором. Но, еще раз повторю, необходимо будет решить огромное количество технических, организационных, а самое главное, финансовых проблем, и буду надеяться, что эти проблемы будут решаться. Грубо говоря, если бы организация была приватизирована, то, наверное, эти проблемы решал бы какой-то частный инвестор. Сейчас эти проблемы будет решать в том числе администрация города Кира, являющаяся ключевым акционером предприятия. Я правильно понимаю, что пока никаких встреч с руководством предприятий, администрации города по этому поводу не было. Ну, я не могу такого сказать. Окончательно пока не утвердено. Я в этом не участвовал. Раз в этих встречах в конкурсной комиссии по отбору рекоператора я участвую. И следующее свидание будет 6 числа. Хорошо, 6 апреля. Ждем, значит, итогов. И еще один такой небольшой вопрос. В свое время, когда говорилось о том, что региональным оператором возможно будет САХ, в общем-то, логично достаточно это выглядело, потому что САХ является инвестором полигона, строящегося полигона в Осенцах. Правильно? И вообще говорят, что по опыту регионов других это достаточно удобно, когда один оператор и занимается вывозом мусора и обслуживанием полигона. Что будет сейчас? Как они будут находить между собой общий язык? И вообще САХ там не соберется ли отказаться от полигона в том числе? Я предположу, что не соберется. Слишком много средств вложено в этот объект. И более того, Куприту со своим полигоном достаточно небольшой вместимости остаточной с объемами Кирова не справится. Куприт на сегодня берет на себя только объемы Нововятска и частично Кирово-Чепецкого района. Ну и плюс рекультивация, да? Плюс рекультивация. Поэтому, да, а как они будут работать, они будут совершенно в рамках закона, потому что все, кому сегодня полигоны легальные принадлежат, это будут операторы. Де-факто даже не надо будет присваивать этот статус. 1 января это будет оператор. С ними рекоператор заключает договоры и платит им два раза в месяц за захоронение, за использование, за сортировку, потому что уже сейчас точно понятно, что вблизи осенцов появится сортировка и весь цикл мусора будет проходить эту сортировку. То есть поэтому отношения здесь совершенно нормальные и я не думаю, что здесь будут какие-то конфликтные ситуации. Здесь, я говорю, скорее вопрос там не к САХ, а вот к тому, как Куприт будет работать в роли регионального оператора. Хочется пожелать всего самого наилучшего, поскольку руководство Куприта знаю отлично. Это люди, которые, ну, много лет в теме и хочется, чтобы все получилось. Ну, дай бог. В общем, ждем 6 апреля. Еще раз напоминаю, да, какие-то будут новости. После этой даты. Переходим к следующей нашей теме. Я бы хотела, конечно, вернуться к событиям трагичным, о которых ты говорил в начале программы. Это история, трагическая история в Кемерово со сгоревшим торговым центром Зимнего Вишня, большим количеством погибших, в том числе детей, после которой, ну, все предполагали, что этим закончится, да, начались по всей стране массовые проверки торговых центров и новости, конечно, пугающие совершенно про то, что кировские торговые центры одни из худших в Привожском федеральном округе, в смысле безопасности. И только один торговый центр не вызвал нареканий проверяющих, ну, таких серьезных, да, когда пошли эти проверки, это Леруа Мерлен, вот, а до этого там проверили 17 центров. Правда, не называется там, значит, их, ну, непринадлежности, не что это за торговые центры, но говорят, что 8 из этих 17 торговых центров вообще рекомендовано закрыться до устранения всех нарушений. То есть нарушения серьезные. Я так понимаю, что сейчас вопрос пожарной безопасности будет касаться не только торговых центров, но и всех остальных объектов с массовым пребыванием людей, в том числе социальных объектов, больниц, школ, детских садов, всего остального. Или нет? Да, проверки уже идут по всем сферам, точно идут по сфере образования, здравоохранения, но смотрите, вот на чем хотелось бы акцентировать внимание, на том, что в местах социальной сферы, в детских садах, в торговых центрах мы с вами пребываем непостоянно, но по месту жительства мы находимся, ну, наверное, немалую часть нашего времени. И вот как-то за хайпом, к сожалению, там это слово приходится использовать, который вот... Ну, поясним сейчас, да, людям, что это? Это, скажем так, информационная волна, когда... Истерическая такая. Истерическая, когда все, ну, пытаются присоединиться к сожалению, там, к трагедии, сказать свое веское слово. Мы упускаем реально важную проблему, решение которой на территории муниципального образования города Киров нет до сих пор. Это безопасность наших с вами жилий, безопасность наших с вами домов. Дело в том, что сегодня, уже в течение длительного времени, органы пожарнадзора исключены из числа органов, которые принимают объекты. То есть, если вы считаете, что комиссия, вводя дом в эксплуатацию, в ней обязательно есть представители пожара, конечно, нет. Теперь нет? Нет. И давно? Дальше. У нас в Кирове есть ряд ситуаций, когда, ну, к примеру, стоит первая очередь строительства микрорайона Чистые пруды. В первую очередь строительства обязательно должны строиться объекты пожарной безопасности. В Чистых прудах, в первую очередь, было запланировано строительство пожарного депо, которое не построено до сей поры. У нас этот микрорайон находится, это я официально говорю, вне нормативного времени прибытия пожарных дружин. Раз. У нас при выдаче разрешения строительства не учитываются требования целого ряда стандартов по обеспечению участков для строительства резервными мощностями для воды. Там дальше, как бы, я скажу, еще веселее, к сожалению. Подожди, подожди, давайте тогда на это начать. Все-таки, Роман, да, по поводу мощности и всего остального все-таки более подробно. То есть я правильно понимаю, что там нет пожарных гидрантов? Или они есть, но мощность напора воды, условно говоря, не позволяет тушить пожар где-то на верхних этажах? Вот это примитивно очень, конечно. В том числе. Да, сегодня строится большое количество высотных зданий. Есть проектные решения. Часто это типовые проектные решения. Испытания этих пожарных систем органы пожарнодзора на этапе приемки дома в эксплуатацию права не имеют просто проводить. Первая проверка может быть инициирована спустя три года после ввода объекта в эксплуатацию. Ну, к примеру, вышли, выдали предписание. Эти предписания устраняются по Кировскорбости крайне медленно. Это официальная цифра, это официальная статистика, которая до сего момента не предавалась к какому-то публичному просмотрению. А жилой дом, это не торговый центр, его не закроешь. Да. Предписание удовлетворяется в течение многих лет. И вас может успокоить, что у вас в подъезде есть пожарные гидранты и даже шланги, смотанные в щитках. И смонтированы специальные сухотрубники, по которым должна подаваться вода. Но кто испытывал пожарные насосы, которые подают эту воду? Кто испытывал, сработают ли эти насосы при тех мощностях резервных воды, которые, ну, например, в 8 часов вечера максимальное потребление воды. Сработают ли эти мощности и подадут ли они эту воду? А почему этот вопрос такой серьёзный? Потому что вот давайте посмотрим, какая техника пожарная у нас есть в Кирове. Есть автолестница АЛ-60 до 17 этажей. Может подниматься. Одна. На весь город? Да. Есть достаточно немалое количество цистерн АЛ-40, которые могут поднимать воду на 10-12 этажей. Но для того, чтобы поднимать на высоту больше 30 метров, 12 этажка 36 метров необходима резервная ёмкость и мотопомпы. Одна резервная ёмкость, одна мотопомпа на город Киров. Это официальная информация. Есть цистерны, которые могут подавать воду до 20 этажа. Их две. Одна в Нововятске, вторая на Щёрса. Но это достаточно далеко. Ну, окей. К примеру, эта техника есть. Она прибывает на место. Что происходит? У нас за органами местного самоуправления и за управляющими компаниями закреплена обязанность содержать дворы в належащем состоянии, в том числе разворотные площадки. Они сделаны не для того, чтобы мы там прекрасно разворачивались во дворе, они сделаны для размещения пожарной техники. Это крупные машины, которые въезжают во двор, им надо место. Вот в любом дворе вы увидите, что в повороте стоят машины. Никто не выполняет обязанности по расчистке. Я прошу прощения, я просто была в чистых прудах зимой на машине, и мне было страшно. То есть я боялась, что я на своей не очень большой габаритной машине не проеду, не зацепив кого-то. Есть районы в Кирове, есть целые районы, которые не способны взять, обеспечить необходимый объём воды для тушения пожаров серьёзных. Но это не только о чистых прудах идёт речь. Я так понимаю, у нас застройщики многие грешат и высотными домами. Честно говоря, я сейчас собираю всю фактуру, которая есть, которую мне мои эксперты предлагают. Я буду готовить, во-первых, серьёзную встречу с Ильёвичем Владимировичем Шульгиным. Я думаю, что здесь это общее дело. Это общее дело, чтобы разрешение на ввод домов высотных, где нет необходимых систем пожаротушения, они не давались. Я считаю, необходимо инициировать проверки систем пожаротушения в существующих домах. У нас не та ситуация, чтобы дальше позволять... Хотя бы высотных. Хотя бы высотных, да, конечно, дело касается именно высотных домов. И вот это та ситуация, в которой не скажешь, что органы госпожнодзора молчат, потому что обращения идут. Но, я думаю, надо акцентировать внимание на том, что речь идёт о безопасности каждого жителя многоквартирных высотных домов. Ещё раз повторюсь, то, что я говорю, это официальная информация. У меня есть все подтверждающие сведения. И этим надо заниматься точно так же, как надо заниматься безопасностью торговых центров. К сожалению, хочется... Точнее, не к сожалению, хочется, чтобы руководство города учитывало текущую ситуацию, сложную, учитывало опыт предыдущих лет в том, чтобы это просто опыт не повторять, эту ситуацию разруливать. Жители должны знать, что они точно живут в безопасных домах. Потому что мы понимаем этой техникой, мы высоко не залезем. Мы сейчас ещё вернёмся немножко, договорим про пожарную безопасность. Вице-спикер УЗС Роман Титов в нашем эфире. Две минуты рекламы и продолжим. Продолжаем с Романом Титовым обсуждать тему противопожарной безопасности. Говорим о нашем жилищном строительстве, жилищной застройке, которая, как выяснилось, не предусмотрена для успешной эвакуации людей в случае какой-то трагической чрезвычайной ситуации. Во всяком случае, есть основания усомниться в успешности этих действий. То есть мне не хотелось бы сгущать краски, но хотелось бы быть уверенным в том, что наши дома, квартиры, они безопасны. Для этого нужны серьёзные проверки. Лестница до 17 этажа. Всё-таки я бы хотела спросить, возможности какие-то есть приобрести какую-то технику, которая предусмотрена для эвакуации людей с 25 этажа, 30 этажа. Ну вот они же строятся, высотные здания, в том числе в Москве, как там выходят из положения? Там решают этот вопрос. То есть смотрите, во-первых, есть требования, которые предусматривают, что не должно даваться разрешение на строительство домов, высотность которых превышает имеющиеся возможности пожарной техники. Это разрешение может даваться, если есть система пожаротушения автономного, которая может решить эту проблему. Но вопрос в том, что органы госпожанодзора не имеют права эти системы проверять на стадии года. Работают они или нет? Да, поэтому есть очевидная лакуна, в том числе и в федеральном законодательстве. Это не беда только Кирова, но меня касаются прежде всего проблемы Кировской области, поэтому я эти вопросы поднимаю. Как-то на местном уровне возможно решить историю? Я считаю, что, во-первых, застройщики, которые дали согласие на строительство больших районов и предусмотрели там проектом, извините, строительство пожарных депо должны свою обязанность выполнить. У нас должно быть нормативное время прибытия пожарной техники до объекта. А представьте, не дай бог, да, чистые пруды. Через узкое горлышко с улицы Комсомольской, с Комсомольской площади техника поедет туда. Вот просто. Поэтому пожарное депо... Еще доехать должно. Пожарное депо там должно появиться. Это обязанность, это нехотелка. Точно должны быть необходимы, оборудованы некие дополнительные пункты, то есть отремонтированы существующие пожарные части, в том числе и части муниципалитета. Должны быть оборудованы пункты хранения техники там на расстоянии, пусть это не пожарная часть полноценная, но там резервная техника, которая на расстоянии до, ну, скажем так, ключевых районов новостроек. И уж точно должны быть проверены на способные все пожарные гидранты, потому что действительно ведь складывается ситуация, микрорайон строится, а там гидрантов-то просто нет. А мы же понимаем, что запас воды в пожарной машине, он за считанные десятки секунд уходит, а дальше необходимо питание через гидрант. И непонятно куда подключать, да? Конечно. Роман Титов, вице-спикер ОЗС в нашей студии. Мы продолжаем. Еще несколько тем, я надеюсь, что мы успеем. Ну, к теме приезда московских архитекторов и подготовки Кирова к 650-летию мы еще поговорим. А я бы хотела все-таки сначала про транспортную доступность тебя спросить, потому что в очередной раз приходят печальные достаточно новости, как мне кажется. Росавиация порекомендовала саратовским авиалиниям одному из переводчиков, работающих на направлении, работавших на направлении Киров-Москва и на южных рейсах, да, соединяющих Киров с нашими курортами российскими, прекратить деятельность как авиакомпании. То есть вот, пожалуйста, обслуживайте саратовский аэропорт, вот, а с воздушных перевозок уходите. Пока наш аэропорт Победилова как-то странно комментирует эту историю, то есть они говорят, что приостановлены рейсы в Москву, но саратовские авиалинии продолжают выполнять рейсы в Петербург, и в летнем расписании аэропорта присутствуют рейсы в южном направлении. Но мне кажется как-то, что вот Росавиация, если сказала, так, наверное, они все-таки добьются своего. Что мы будем делать с южными рейсами, и вообще какое-то решение проблемы есть, потому что у нас на южных рейсах, судя по расписанию, тогда останется только ИШ-Авиа. Тоже не самая великая выдающаяся компания Российской Федерации, к сожалению. Мне кажется, вот смотрите, во-первых, вопрос по транспортной доступности, по перевозкам у нас будет в рамках контрольных вопросов на следующей сессии ЗАГС Собрания рассматриваться. Это когда? Это конец апреля. Мы планировали акцент сделать на перевозке в районах области, потому что там непростая ситуация. Готовим садоклад как раз совместно с представителями муниципалитетов. Свою информацию формируем, формируем предложение, как все же спасти перевозки в районах. Разные есть способы и системы. Я так понимаю, что там вообще из города в город добраться невозможно, ничего не ходит, кроме частников. Перевозчиков просто нет, не осталось. Но вот с учетом последних событий по авиаперевозкам, я думаю, что мы отдельный акцент сделаем как раз на авиасообщении. И честно говоря, мне бы хотелось, я считаю даже, не хотелось бы необходимым это сделать, что руководство как Минтранса областного, так и Аэропорта Победилова должно представить нам некую стратегию. Куда они дальше идут? Потому что... Ну, вчера вот была новость о том, что хотят увеличить доходы Победилова за счет дополнительных услуг. Правда, не очень понятно, кому их будут оказывать. За счет обслуживания... Если пассажиров не будет. Да, авиапарка. Нет. Вот, понимаете, там, любое действие, оно должно быть частью какой-то стратегии, куда мы движемся. Хотелось бы узнать реально, куда мы идем. Как-то вопрос этот по Победилову выпал из внимания, но с учетом того, что в бюджете поправка, которую мы приняли, и там были средства на аэропорт, я думаю, что надо поднимать вопросы о расходах этих средств и о том, когда же наконец-то Победилово у нас выйдет на безубыточность. Да и, честно говоря, да шут с ней с безубыточностью, когда в Москву можно будет снова нормально летать. У меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, что этот ответ должны дать органы исполнительной власти, тем более, что запрос на этот ответ, он у людей есть. Очевидно, что это одна из самых обсуждаемых тем, особенно в преддверии летнего сезона перелетов. И здесь, мне кажется, не надо упираться в одну лишь Победу, как часто делают, потому что перевозчиков, вменяемых, адекватных с новым авиапарком, их не один на территории Российской Федерации. А вот большинство наших гостей говорят, что только Победа может по небольшим достаточно ценам на билеты возить. И вот, ну, как бы, уровень, уровень качества перевозки... Победа точно не единственный дискаунтер на российском рынке. Не единственный дискаунтер, да. Я бы, на скидку, не вспомню, не единственный, точно. Но я знаю, что по минимальным ценам без багажа возит компания С-7, например. Да, тоже наша российская компания. Дочка, которая как раз занимается такими недорогими перевозками. Надо вести переговоры со всеми, у кого есть хороший авиапарк и кто готов перевозить, потому что я на самолетах авиакомпании с желтыми самолетами летел прошлым летом, больше я этого не совершал. А потом, к сожалению, так получилось, что этот самый самолет разбился. Мне просто, ну, тяжело говорить, потому что, ну, я был на этом борту, я видел этих людей. У всех, кто летал этим бортом, конечно, ощущения такие, мурашки по коже, и, конечно, очень страшно, да, ты понимаешь, что в любой момент это могло Это может случиться, на самом деле, с любой авиакомпанией. И с любым самолетом, должно быть. С любым самолетом. Мы понимаем, что и саратовские авиалинии, и Победа – это компании-дискаунтеры. Они экономят на всем. Пилоты летают сверхнормативно, но, к сожалению, вот саратовские авиалинии, они перешагнули просто сами себя, то есть у них был такой перелет, такая нагрузка на персонал, что, собственно говоря, и могло привести вот к этой ситуации. По шесть, по шесть, четыре-шесть рейсов в день. Да, да, то есть там челночные рейсы были, Киров, Москва, Москва, Ульяновск, там еще куда-то, еще куда-то, и, ну, тяжело про это говорить. По-моему, грозные, что-то еще. Хорошо, мы ждем тогда заседание законодательного собрания в конце апреля, посмотрим, может быть, депутатам на комитете по промышленности это у нас будет. Минтранс более активно прокомментирует историю. Есть у нас еще две минуты. Я думаю, что про визит московских архитекторов мы, наверное, уже не успеем. Это хорошо. Да? Я кратко ответил. Да, это хорошо, потому что всегда хорошо посмотреть на город со стороны, и хорошо, что область занялась с подготовкой к юбилею. Это здорово. Отлично. Ну, вот есть еще тема сохранения исторического наследия. Мы говорили уже в нашем эфире об этом. Самарская история, Том Сойерфест, так называемый. Люди, активисты, общественники объединяются, чтобы спасать старые, старинные исторические дома, здания, деревянные. И вот в Кирове есть идея провести нечто подобное. Том Сойерфест займется этим историко-коровический клуб «Мир», как сообщают наши коллеги портал «Свой Кировский». Ну, я, например, в этой истории вижу только позитивную сторону, но, насколько я понимаю, у тебя есть мысли какие-то немножко иначе окрашенные. Я вижу в этой... Давно занимались темой охраны культурного наследия, и, честно говоря, вот мы начали с вами с темы пожарной безопасности. В домах, откровенно, бедовых, аварийных, 19-го, начало 20-го века, которые не являются объектами культурного наследия, проживают люди. От того, что мы их покрасим белой краской, к сожалению, состояние этих домов не изменится. Их невозможно довести из-за современных нормативов. Поэтому надо, вот мое мнение, надо четко разделять. Есть объекты наследия в реестре. Их однозначно сохраняем. И я сейчас готовлю поправки в законодательстве о капремонте, для того, чтобы их можно было в рамках программы капремонта работы по реставрации проводить. А там сложности, потому что работы дорогие, требуют много согласования и прочего. Да, да, да. Механизм есть. С коллегами из других регионов общался. И я думаю, в мае я внесу этот проект закона. Дополнительные виды работы. Второе. Это дома, выявленные объекты культуры наследия. Они вот то ли выявлены, то есть то ли объекты, то ли нет. Там необходимо исследовать. Многие из этих объектов реально нуждаются в сохранении. Некоторые из них из реестра могут быть исключены. А вот дома, которые не включены в реестр, ну, их можно, конечно, поддерживать за счет общественных нормальных Это ведь не только деревянные бараки. Вот правда. Если бы речь шла только о деревянных бараков, вопросов бы не возникало. Именно поэтому я и говорю, что к каждому объекту надо относиться индивидуально. Вот дом, который в качестве примера, уважаемые организаторы Томсуэрфеста привели на улице Пятницкой, вросший в землю, значит, на полу корпуса, я мимо него постоянно хожу. Кафе мне там рядом нравится. И в нем же люди живут вечером, там телевизоры горят, прочее. От того, что мы его покрасим, ничего не изменится. Вот и люди живут 21 века, они живут в условиях 19 века. Вот мне кажется, по таким домам надо решать ценность человеческой жизни, которую они проживают в этих домах, и ценность самого объекта. Я сторонник осторожного подхода, но вот тема такая непростая. Боюсь, нам времени не хватит сегодня на то, чтобы ее добить. Ну, мы, конечно, по Томсуэрфесту еще сделаем отдельный эфир, безусловно. Тема хорошая, тем более, на родине Сэмюля Клемманса, собственно говоря, Марка Твена, Томсуэрфест проводится, там красит забор, который непосредственно прилегает к домику, где про образ Томсуэра и сам писатель родился. Интересная вещь там, правда, забор, говорят, не такой совершенно, как был изначально, но, тем не менее, полстраны собирается и... С большим удовольствием красит, потом, наверное, яблоки едят. Вице-спикер законодательного собрания Роман Тетов, сопредседатель регионального штаба ОНФ, он же был в нашем эфире. Я с вами прощаюсь, говорю Роману спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова